Добрый день! Это рубрика «Предмет. Крупный план». Меня зовут Ольга Федосеева, я хранитель фонда мебели Государственного музея-заповедника «Царское село». Мы с вами находимся в замечательном интерьере Екатеринского дворца в Арабайском зале. И здесь мы с вами познакомимся с гарнитуром французского мебельщика Жоржа Жакоба. Этот гарнитур появился в России в 1781 году и первоначально предназначался для мраморного дворца, который строился Екатериной II для Григория Орлова. Однако в это же время создавались и комнаты Екатерины II архитектором Камероном. Екатерина решила, что этот гарнитур достойно украсит ее летнюю резиденцию в Царском селе. Поэтому гарнитур золоченый, состоящий из 30 стульев, 4 кресел и 2 диванов, появляется в Царском селе. Надо сказать, что он появляется здесь и размещается первоначально в Лионском зале. В зале так называемых лионских обоев. И это, наверное, единственный гарнитур, который не был сделан по проекту архитектора Чарльза Камерона. Ведь вся стальная мебель, которая появляется здесь в основном в 1780-е годы, когда он здесь работал, была выполнена именно по его проектам мастерами, которые работали в России. Этот гарнитур по тем временам стоил огромных денег. Сохранились таможенные документы архивные. И мы знаем, что его стоимость составляла почти 20 тысяч рублей. Чтобы представить, насколько это дорого, надо сказать, что для наубранства комнат Екатерины II и первого этажа Зубовского флигеля, где были комнаты ее фаворитов, ушло 65 тысяч рублей. То есть это мебельное убранство, обоиные работы, ткани, которыми, опять же, мебель убиралась. То есть в среднем где-то гарнитур на комнату стоил 6 тысяч рублей. А здесь для Лионского зала был совершенно приобретен огромный гарнитур, который по тем временам, конечно же, очень дорого стоил. Этот гарнитур, конечно же, первоначально был обит не той тканью, которую мы сегодня видим. Он был обит тканью орехового цвета, убран шелковыми шнурами и золотым позументом. Этот гарнитур простоял в Лионском зале до Александра I. При нем он отправляется в кладовую и заменяется фанированной мебелью. Снова мы встречаемся с гарнитуром Жоржа Жакоба в залах Екатерининского дворца уже при императоре Александре II. Но он перемещается из Лионского зала в Робесковый, вот в тот самый зал, в котором мы сегодня и находимся. Надо сказать, единственное, что происходит с этим гарнитуром, у него меняется обивка. По архивным документам в 1866 году гарнитур обивают голубым шелком. Именно этот шелк мы сегодня с вами можем увидеть на диване. Приключения нашего гарнитура в Царском селе на этом не закончились. Дело в том, что при императрице Александре Федоровне, супруге Николая II, этот гарнитур отправляется в Александровский дворец и размещается в портретном зале. Его мы с вами увидим, можем увидеть, этот гарнитур на портрете Александра Федоровны, художника Подаревского. Кстати говоря, именно на нем мы впервые увидели, что цвет обивки у этого гарнитура был достаточно насыщенный, такой темно-голубой. В отличие от той обивки, которую мы уже видели после войны на предметах, которые вернулись из эвакуации. Дело в том, что, конечно же, за то время, пока гарнитур бытовал, обивка утратила свой первоначальный цвет и стала из такого насыщенного темно-голубого цвета превратилась в палево-голубой цвет. Надо сказать, что когда в 2010 году проводились работы по реставрации арабельского зала, тогда же было принято решение попытаться воссоздать ткань для этого гарнитура. И вот на оставшихся предметах, которые вы здесь видите, мы с вами можем увидеть шелковую обивку, которая была выткана на одной из итальянских фабрик по историческому образцу. Если говорить о декоре этого гарнитура, то хотелось бы его более подробно рассмотреть на примере вот этого совершенно замечательного дивана. Хочется обратить ваше внимание, что верхняя перекладина спинки выполнена в форме блука, с которого не спадает спинка в виде драпировки. Верхняя часть спинки украшена совершенно замечательными венками. Это венок из веток оливы и венок из разнообразных цветов. Если мы присмотримся, то мы с вами увидим, что венок состоит из роз, нарциссов, хризантем, а вот здесь внизу даже видна ветка сирени. Надо сказать, что эти же венки мы с вами можем увидеть и на стульях, и на креслах этого гарнитура. Тема лука продолжается и в обвязке. Обвязка сиденья также выполнена из трех соединенных луков, связанных с жгутом, а ножки в виде стрел. Вот мы с вами видим здесь и оперение стрел, и даже наконечники. Хочется также отметить и локотники этого дивана. Это сохранившийся образец, единственный образец локотников, который дошел до нас со времен Жожжакоба. Дело в том, что при императоре Александре II, так как этот гарнитур пользовался большой популярностью, была сделана доделка петербургским мебельщиком Тором. Были сделаны два дивана. Для того, чтобы объединить гарнитуры в единое целое, то пришлось и у кресел поменять локотники. Надо сказать, что кресло с оригинальными локотниками можно увидеть в издании Теофиля Готье в художественном альбоме, который он посвящен путешествию в Россию. Там представлена фотография арабейского зала, и видна часть кресла еще до переделки Тором. Диваны, которые были сделаны Тором, у нас сегодня находятся в Лионском зале. Можно сказать, что произошел круговорот движения этого мебельного гарнитура. Часть предметов французского гарнитура, правда, уже в русской интерпретации, вернулась в Лионский зал, и сегодня украшает этот замечательный интерьер. Это была рубрика «Предмет. Крупный план». До встречи в Царском селе! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова